Привет, 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 друзья! Фу, спасибо Кристине, что заговорила о страсти. У меня куча страсти внутри, очень много креативной энергии. Я хочу, чтобы вы проснулись. Обед уже близко. И мы провели с вами 10 минут страстно, креативно. Я хочу поделиться с вами самыми креативными идеями, наработками, которые я копил 10 лет. Вы готовы? Супер. Итак, друзья, что же такое креатив? Что такое креатив? Я и сам задаю себе этот вопрос часто. И сегодня утром, когда я одевался, я понял, что я не могу прийти в некреативных штанах. И вот на примере этих штанов я объясню, что такое креатив. Вы все обратили внимание на эти штаны, не так ли? То есть, внимание. Дальше кто-то, я думаю, большинство испытал какую-то эмоцию по поводу этих штанов. Я уверен, что большинство людей испытали позитивную эмоцию, некоторые негативную. Мы с ними поработаем. Итак, второе — это эмоции. Третье, самое важное. Вы запомните эти штаны. Я надеюсь, и человека в этих штанах. Те люди, которые сейчас сидят в телефонах, они уже выкладывают эти штаны в соцсети. Итак, креатив — это нестандартное решение задачи. Можно надеть стандартные штаны, можно надеть нестандартные штаны. Вы получите внимание, вы получите эмоции, вы получите запоминание, вы получите ретрансляцию. То есть, стандартные решения — то, что используют все. Нестандартные решения, креативные — то, что ищут все. И на этом я делаю бизнес. За 10 лет мы с командой построили с нуля компанию и вывели ее в топ-50 ивент-компании мира. Мы разрабатываем и продаем топовым международным брендам идеи. И проблему, которую мы решаем, с которой мы боремся, это, мы называем ее очень смешно, затупка. Это затупка. Знакома ли вам затупка? Затупка, когда надо что-то придумать, надо, не знаю, дома, на работе, в офисе придумать новый проект, новый бизнес, новую услугу, дизайн дома, кроссовка, как сделать ремонт, куда поехать отдохнуть, как сделать сюрприз девушке, предложение, как организовать свадьбу, придумать сценарий фильма, что угодно. И вот мы сидим вот с такими вот бровями, вот с такими вот лицами и пытаемся что-то умное из себя изобразить. Вот это называется затупка. Кому-нибудь знакомо такое? Бывало? Спасибо. Да я по глазам вижу, что затупка — это частый гость и дома, и в офисе. Именно с затупкой я и сражаюсь 10 лет. Я испробовал огромное количество креативных механик, методов, воспитал, не знаю, поколение креативщиков. И мне кажется, я нашел секрет, как победить затупку. Я подсмотрел этот секрет у детей. Я подсмотрел этот секрет у детей. Я не видел в своей жизни детей в затупке. Вы видели детей в затупке? Ну, особенно маленьких. Я говорю про маленьких детей, которые еще не пошли в школу, которым еще не дали iPad. Знаете? В общем, малыши. Вот дайте им любой листок бумаги, ручку, пластилин, не знаю, какую-нибудь банку, склянку, шнурок, зонтик, ботинок. Они все время что-то изобретают, придумывают, бормочат, фантазируют, что-то там лепечут. Вот, вот реальный источник креатива, бесконечный. По сути, ребенок — это творец. Ребенок — это творец. Он фантазер, он сказочник. Дети не знают, что можно, а что нельзя. У них нет опыта за спиной. Не так ли? У них нет клиентов, у них нет бюджетов, у них нет сроков, нет дедлайнов, нет начальников. Поэтому они свободно фантазируют. Вот у кого нам нужно поучиться. В моменты, когда жизнь кидает нам креативный челлендж, мы должны стать детьми. Но это непросто. Почему это непросто? А вот почему. Хопа. Потрясающая инсталляция, когда я увидел, просто оцепенел, и у меня вся концепция сложилась в голове. Вы видите оболочку, да? Вы видите оболочку. Это родитель. Это твердая, жесткая, адекватная, реалистичная оболочка. Да, она защищает ребенка. Ребенок в нашем мире не выживет, не может дойти, не знаю, заработать денег, дойти до работы, найти себе еду и так далее. Это все делает родитель. У родителей очень важная миссия. Это реальность, адекватность, быть адекватным реальности, обеспечивать безопасность. Но в моменты креатива родитель, по сути, выступает совестью, и именно он говорит нам, хватит дурачиться, хватит хулиганить. Что ты несешь за глупость? Что ты бормочешь? Ты будешь выглядеть глупо. Тебя засмеют на работе. Тебя перестанут уважать. Тебя уволят. Вот все эти голоса, которые мы слышим, это голоса из детства, это голоса наших родителей, голоса учителей, голоса, не знаю, из фильмов. То есть совокупная вот эта совесть, по сути, это то, что сдерживает нашего внутреннего ребенка. Он боится. Он боится показаться глупым, не знаю, сказать что-то неадекватное, может быть страшное. Это, чтобы вы представляли, вот в детскую, знаете, дети играют в кубики, туда заходит родитель. Говорит, так, ты неправильно кубики ставишь. Так, поставь сюда этот кубик. Так, я тебя сейчас научу в кубики играть. А что ребенок? Ребенок, ну да, конечно, ну папа, ты все знаешь, как вот, я больше никогда не буду так играть, извини. Вот так это происходит у нас в голове, когда мы придумываем. Так работает затупка, по сути. Поэтому, что нам нужно сделать? Вы уже догадались, я надеюсь. Нам нужно выпустить, выпустить ребенка. Каждый из вас, каждый из вас, я надеюсь, был ребенком. Никто же взрослым не родился? И каждый из вас творец. И то, что мы должны сделать для себя ради успеха нашего, не знаю, проекта, бизнеса, любого начинания, мы должны попросить родителя выйти из детской комнаты. Мы должны просить, пожалуйста, родитель, выйди из детской комнаты. Это шаг 1. Шаг 2. Неадекватные дети безумно шалят, фантазируют. Нет плохих фантазий, все принимается. Нет критика, нет палача, нет судьи. И шаг 3. Родитель возвращается в детскую и говорит, ну, как вы интересно похулиганили, здорово. Вот теперь я буду экспертом, я буду судить, я буду оценивать с точки зрения реальности, адекватности ваших идей и придумывать, как их притворить в мир. Чтобы наглядно продемонстрировать этот очень простой принцип, мы с командой разработали гаджет. Мы в курсе современных тенденций, мы использовали технологии искусственного интеллекта. технологии блокчейн, другие инновации и создали гаджет, который легко использовать в офисе, дома, когда надо что-то реально быстро нафантазировать. Сейчас я покажу вам этот гаджет. Пожалуйста, где он? Гаджет. Мне сказали не выходить из-за круга. Итак, друзья, вот этот инновационный гаджет. Сейчас я расскажу, как он работает. Это майка 9XL. Бренд не будем показывать. Наверное, вы помните, как в детстве вы одевали родительскую одежду и в ней выглядели достаточно смешно. Так вот, этот гаджет позволяет быстро переключиться из родителя в ребенка. И в этом гаджете мы запрещаем и внутреннему родителю критику, и внешним родителям. Мы становимся неадекватны. Потому что крутые идеи, они неадекватны реальности. Не так ли? Сейчас я продемонстрирую, как он работает. Итак, первый шаг. Мы просим родителя выйти из комнаты. Мы говорим, совесть, спасибо, ты очень нужна, я тебя ценю, я живу в роли родителя 99% времени, но сейчас надо подурачиться. Второй шаг. Мы вызываем ребенка, вызываем нашего внутреннего творца. Сейчас, чтобы сделать это, я прошу вас на несколько секунд закрыть глаза. Давайте, поддержите меня, и вы встретитесь с очень интересным творцом прямо сейчас. Давайте, закроем глаза и вспомним. Вспомним свое первое воспоминание о жизни. Где вы? Посмотрите. На даче, дома. Что это за малыш? Что он делает? Вспомните, как вы дурачились, рисовали, лепили из пластилина, танцевали, хулиганили, может быть, даже что-то ломали. Не знаю, делали что-то абсолютно безумное. Посмотрите на этого малыша и скажите, я тебя не забыл, я тебя очень люблю, и сейчас ты мне очень нужен. Мне нужна твоя креативная помощь. Открывайте глаза. Я тот самый Петр Иванов, но только я уже не Петр Иванов, я Петька Иванов. У-у-у! И сегодня я пришел, чтобы помочь вам, покреативить. Вы готовы покреативить? Готовы попридумывать? Готовы повеселиться? У-у-у! Так, да, поехали. Я стою утром с кровати, а кровать сама себя убирает, представляете? Потом я иду к холодильнику, хочу что-нибудь перекусить. Открываю, а там все мои любимые сладости. Я их съел, но что-то я не наелся. Закрыл, открыл, и они опять там. Потом мне надоело уже таскать этот рюкзак тяжелый. Хочу, чтобы все книги мира были у меня в кармане. Потом я встаю на свой скейт, и вдруг вместо того, чтобы поехать, он взлетает и летит с бешеной скоростью. Вдруг погода изменилась, начался дождь, и я вдруг взял и изменил погоду. Хочу, будет дождь, хочу, будет солнце. Еще я хочу разговаривать со зверьми, представляете? Например, на меня бы сейчас выбежал огромный медведь. Я бы его спросил, почему он такой большой, почему он так много спит, и почему же все-таки он так любит мед? Еще я хочу одним толчком, одним, отправиться на Луну. Как ты круто фантазируешь. Дай пять. Слушай, я тебя послушал, я тоже столько всего хочу. Так, я хочу, я хочу, хочу, хочу. Я хочу постоянно дружить со всеми своими друзьями. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Минуту. Я хочу ходить с ними в музеи, но не в музеи прошлого. Надоело смотреть старье. Хочу ходить в музей будущего. Музей будущего. Вообще, хочу, чтобы музеи не стояли, как истуканы, а танцевали. Пусть будут танцующие дома. Танцующие дома. Я хочу, чтобы жить не в домах, хочу жить под водой. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Под водой. Я хочу жить на облаках. Ура! На облаках. Я хочу, чтобы из облаков летели метеориты. Хочу метеоритный фейерверк. Я хочу, чтобы все эти люди, вы, вы сейчас стали голыми. Голыми. А что, плохих фантазий не существует. Я использую гаджет. Мне все можно. Ладно, не голыми, но окей. Пусть оденут что-нибудь на себя, но не одежду. Оденьте друг друга на себя. Почему люди не носят людей? Что скажешь, Петька? Слушай, по-моему, наше время хулиганить вышло. Похож. Ладно, пора возвращаться в мир родителей. Погнали. Эх! Дай пять. Ну что, поблагодарим ребенка, фантазера. Иди погуляй, дорогой. Вы видели, да? Родитель вышел из комнаты. У ребенка нет судьи, у него нет палача, у него нет строгого надзирателя. Все фантазии хороши, нет плохих фантазий. Не запрещайте себе плохие фантазии. И тогда будет рождаться что-то очень интересное. Вы могли подумать, что все, что было сказано, это полный бред. И это полный бред. Все это неадекватно реальности. Но давайте посмотрим. Может быть, кто-то уже фантазировал это, и невозможное могло стать возможным? Есть, я прошу за вас. Кровать, которая убирает сама себя. Это не только возможно, это реальность. У кого уже дома такая стоит? Так, холодильник, который заказывает себе сам еду. Да, Амазон уже сделал такой. Киндл, мы все знаем, все книги мира у тебя в кармане. Петька, ты слышишь меня? Да. Ховерборд, да, он летает на магнитной подушке, и даже гоняет по воде. Вот твой скейт. Погоду менять, мы все знаем, да. Кто-то, представьте, додумался, как можно влиять на погоду. Вот так, запустил самолеты, сделал рассеивание. На Луне, ты хотел на Луну? Да. Полетим. Я хочу быть с друзьями постоянно, каждый день, каждый час, каждую минуту. Facebook сделал это возможным. Музей будущего строится в Дубае. Танцующие дома. Ну, про архитектуру, да, мы не перестаем удивляться. Как раз такой дом есть в Праге. Жить в облаках. Four Seasons сделал отель, который парит в облаках. Жить под водой. Это тоже возможно. Приглашаю вас в этот отель. Кто бы хотел там оказаться? Я! Супер. Поедем в августе. Ура! Ну, вот это самый прикол. На Олимпиаде в Токио компания готовит шоу из искусственных метеоритов. Кто-нибудь слышал об этом? То есть стартап, который инвестировал несколько миллионов долларов. Вот один из таких детей фантазировал. Я хочу метеориты, я хочу фейерверк. Не из маленьких там вспышек, я хочу метеоритный дождь. И уже скоро, через один год мы это увидим с вами. На открытии Олимпиады над стадионом пролетят искусственные метеориты, друзья мои. Давайте поаплодируем этим творцам. Это очень круто. Так, я хочу, чтобы все были голые. Фотограф Спенсер Туник не раз мечтал об этом и притворял свои идеи в жизнь. А что вы скажете, когда люди носят мне одежду, а людей? Модельер Рикоуэнс тоже сделал такой показ. Мы можем продолжать и продолжать. Все эти творцы мечтали. Их совесть, их родитель вышел из комнаты. Все эти бредовые идеи казались абсурдом. А теперь мы все живем в удивительном мире, полном невероятных предметов. Ну что, друзья, подводя итог, давай запишем в креативщиков, нескольких счастливчиков. Готов? Давай я тебе помогу. Кто тут самый смелый и больше никогда не вернется? В этого скучного родителя. Давай, погнали. И... Ну-ка, я... Давай, погнали. Так, организаторы верните. Ну-ка, в ту зал. Погнали. Бам. Супер. Друзья, дай пять. Подводя итог, я хотел коротко упомянуть какой-то самый крутой креативный проект в своей жизни. Я думал, что же это за проект? Может быть, это каток, заброшенный в огромной больнице? Или, может быть, это голографический балет? Или, может быть, это мероприятие, которое сотни людей поместило в виртуальную реальность? Или это посыпание снупдога золотом? Или это презентация машины в прачечной? Нет. Мой самый креативный проект — это моя семья. Спасибо. Когда-то давным-давно я устроился на работу и стал работать с директором компании. Это была девушка. И сначала она меня очень вдохновляла как личность, как профессионал, но со временем она стала еще более привлекательной, как женщина. И, во-первых, она была моим директором. Во-вторых, она была старше меня. В-третьих, у нее был ребенок и семья. И мой внутренний родитель говорил «Стоп, стоп, стоп, Петр!» И мой внешний родитель на самом деле тоже это говорил. Он говорил «Эй, хватит мечтать, это невозможно, у вас ничего не получится». И в общем, это был сложный путь, но спустя 12 лет мы вместе. И мы создали семью, и мы передали жизнь дальше, мы создали детишек. И я не знаю, как сказать это, как объяснить, но я наслаждаюсь, я благодарю судьбу за каждый день. Какие у нас отношения. Мы вообще не ссоримся. То есть это такое партнерство, такое уважение. И столько страсти. То есть это невероятное партнерство, дружба, любовь, которую я бы никогда не обрел, если бы мой родитель, моя совесть не разрешила мне притворить эту мечту. И я благодарен своему внутреннему ребенку за то, что он мечтал, своему родителю, который разрешил этому случиться. И я призываю вас всех, пожалуйста, разрешайте своим внутренним детям мечтать, хулиганить, дурачиться, шалить, фантазировать, и тогда наш мир будет полон невероятных, удивительных, потрясающих, фантастических вещей и чудес, как вот это. Ты молодец. Спасибо, друзья.